Добрый день, дорогие друзья! Кану Касамеях Мы продолжаем наше изучение Торы Недельная глава Микец Мы остановили вчера на том что Йосиф сказал своему управляющему чтобы он положил серебряный кубок в сумму Беньямину в мешок туда с зерном Проводили браки они ушли с хорошим настроением Теперь Йосиф говорит старшему над домом его пойди догони их и скажи им зачем вы воздали злом за добро которое я вам оказал в общем нужно поехать и обвинить братьев догнали ебтяне братьев и говорят что это вы сделали воздали злом за добро которое вам было оказано взяли кубок серебряный из которого пьет мой господин он и гадает на нем и они это видели когда он их всех рассаживал по старшинству его за столом они дивились не знаю как это может быть и называл глядя на кубок их имена их матерей все четко 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 и тут и они вообще уверены что они это не брали то есть они говорят у кого из нас ты найдешь этот кубок тот не живет не хоже нам брать из дома господина нашего не серебро или золото они говорят то есть они уверены сто процентов и говорит теперь и по вашим словам будет видно тот у кого будет найден кубок будет мне рабом и он обыскался старшего начал и младшим закончил то есть все как положено не то что вот мы знаем вот у Бениамина нет они искали как положено нашелся кубок суме Бениамина братья в шоке кто-то сказал что говорят ты сын воровки она украла идолов у Лавана и мы это знаем это страшная история Яков был уверен что никто из его дома не мог взять идолов у Лавана он сказал у кого это найдется тот не живет то есть кто это сделал тот не живет Яков сказал и наши мудрецы говорят что эти слова Якова решили жизнь судьбу Рахели она умирает через два года после этих событий она умирает рождает троих детей две девочки Миньямин родился и умерла то есть слова праведников так не проходят в данном случае ситуация та же обвинен сын Рахели Биньямин братья говорят что он не живет то есть ужасная ситуация что было значит они все как один собрались и поехали назад в Египет приходят в дом Йосифа а Йосиф еще там был дома и они говорят что что нам говорит чем оправдываться всесильный нашел вину за рабами твоими вот мы рабы тебе и мы и тот у кого найден кубок что это означает что они за брата готовы себя сделать рабами чтобы только его жизни не решать что они сказали жизни решить его он говорит не гоже мне так поступать им Йосиф говорит тот у кого найден кубок будет не рабом а вы идите с миром к отцу вашему то есть вот такая ситуация раньше Йосиф их умолял они его из-за зависти своей не пожалели практически эта продажа была равносильна убийству шансом выжить Йосифа или в этой яме или даже быть проданным в Египет остаться в живых очень маленький шанс они его продали из-за их зависти теперь Йосиф уже видит что они не завидуют сиди за столом не обращают внимания не реагируют на то что Бениамину особое внимание Йосиф уделяется у него еды в 5 раз больше и теперь они уже готовы вступиться друг за друга то есть он видит что за эти 22 года братья поменялись он имеет дело уже совсем с другими братьями и теперь скоро должно наступить время когда Йосиф будет открываться а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души Михаэль бен Леви Берта бен Ефим Самуи бен Герш Хай Малко бен Йосиф Роза бен Михаэль памяти Ури бен Харитон Мендель бен Мендель Яков бен Нахум Владир бен Григорий за здоровье Светлана бен Клара Шимон бен Несхак Борис бен Мария Анна бен Ривка Полина перва бен Соня Сура Лена бен Клара Женя бен Ида Моисей бен Ева Ирина бен Дворра Йосиф бен Раиса Инесса бен Мэль Евгений бен Берт Евгений бен Ита Фира бен Анна Геннадий бен Елена Ольга бен Светлана Йосиф Дан бен Сара Таня бен Фрида Ирба дэба Трива Вадим бен Татьяна Юлия бен Белла Яков Йосиф бен Рахель Шимон бен Мира Фейга бен Берта Ася бен Года Марк бен Нина Ирба бен Вера Лер бен Клара Рафаэйн Белклара Хана Цепора ба Цара Ида бен Хая Авива Ефим бен Соня Майя бад Фаина Алексей бен Ольга Мазл Парнаса Сгула Ирина бад Ури Арон рей бен Ури За хороший дух Арон рей бен Дворра Диз бен Ахум Авигаль ба Цара Хана бад Аврагам Рафаэль Ариелэ бен Лариса Парнаса Ибрюд Лагир бен Рая Марина бад Рая Борис бен Марина Всего хорошей Легу Марченко Всем браха Парнаса Каванам Мазл То что мы Это время не грешили Читали Тору Всем всего самого Найлучшего Пусть скоро Закончится эта война И до следующих встреч Хану Касамаях Шалом